Приветствую вас, друзья, с вами Вирус, и мы продолжаем вести их победе наших иолаев. Наши иолаи порвут любого, порвут на части, а потом расстреляют всё это из засады. Так, по поводу технологий. По поводу технологий, конечно же, я обсуждал в предыдущей серии, да, изучение, ну всё правильно, вот здесь, словом или стрелой. 12 ходов. Нужно будет потратить на это. Правда, вот чтобы, чтобы открыть нам всё-таки постройку, тут ещё ведь нюанс такой, что нужно... Так, где она, где она? Ну ладно, вот здесь. Посмотрим нам. Вот. Нам нужна ещё вот эта технология, да? Композитные луки. Мы должны будем и это построить. А где эти... А, у нас они изучены. А, всё хорошо, всё замечательно, всё, всё в ажуре. По экономике можно ещё вкачать, хотя, ну так-то денёжка есть сейчас. Сейчас-то с этим проблем нету. И сейчас, сейчас мы с этим можем спокойно разобраться. Доход от культуры позволяет нанимать сановника, ну, который нам особо сейчас и не нужен. А, давайте всё-таки я прокачаю вот эту ветку. Или, блин, пойдём во рту. Всё. Короче, точно. Всё, идём во рту. А, я хочу пострелять. Давно этого не делал. Давно этого не делал. Так что нужно этим пользоваться. Раз такой шанс всё-таки нам дают. Так, подтянем всё-таки сначала вторую армию. Ага, на ускорение только. Но подтягиваем. Вот сюда. Как подкрепление ты засчитаешься. И теперь ведём вас. Ну, говорят, всё легко, просто... И беспощадно будет по отношению к врагу. Правда, кавалерию нам беспощадно так же слили. Просто беспощадно сливают мне кавалерию. Мерзавцы, подлецы, нехорошие редиски. Нехорошие редиски. Убить пленных. Ну, а пусть ему. Плевать на них. Плевать на них сейчас. На этих самых пленных. Давай нападём с моря. С моря, с моря, с моря. Вот. Вот атака с моря. Нападаем. В принципе, сейчас время будет. Мы повозимся. Так, ограбление. Оформляем. Оформляем ограбление. И оформляем разрушение. Всё, аллерия уничтожена. Кавалерия у нас тоже уничтожена, правда. Но кавалерию мы как раз сейчас обновим. У нас же сейчас, сейчас подъедет очень хорошая кавалерия. И даже хорошо, что у меня сливы. Ага, тут сардинские конные застрельщики подъедут. То есть, в принципе, всё равно эти ребята поэффективнее. А до вас нам ещё качаться и качаться. Да, надо будет? До этой технологии. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хотя нет, ещё в принципе не так много. Можно и вкачать доход от производства. Общественный порядок улучшится. Черток строителей. Ну, давайте, леса Сардинии всё-таки возьму. Леса пригодятся. Мы сейчас как раз будем какое-то время без войны. Я надеюсь. Пока что, пока что мы сейчас всё-таки будем тихо, мирно жить. Поживать и добра наживать. Нет, ну ты зайди в порт, братан. Зайди в порт. Вот, отлично, красавец. Изи, говоришь, изи, изи. Не заметил я, чтобы тебе это было изи на самом деле. Что у нас есть интересного? Боевой дух в лесу. Шанс заметить засаду. Боевой дух. Шанс на успех при нападении засады. Вот ещё умелые лучники. Тоже можно вкачать до дальней стрельбы. Боезапас. Шансы увеличиваются ещё. Содержание это чуть уменьшит. Скорость передвижения всей лёгкой конницы. Выстрелов, защита в ближнем бою. Это всё хорошо. Ну давайте прокачаем дальше пока что лучников. Качаем по-прежнему лучников. Ну а здесь устраиваем переворот небольшой. Технический переворот. Палату воинов. И, наверное, всё-таки святое место. Первый город. Мало ли кто здесь захочет напасть. Один лишний отряд. Хотя можно тут ещё вкачать пригранище. Увеличим гарнизон за счёт этого. И кавалерию тут тоже будем строить. И еда, и кавалерия. И всё будет хорошо. И всё будет в ажуре, в мажуре. Так, деревушку развиваем. Вот здесь доход от сельского хозяйства. Еды у меня пока что много. Да, очень много. Более чем достаточно. Но стоит чуть расслабиться. И её не станет. Поле собраний строим. Денюжки позволяют это делать. Порядок здесь спокойно. Наведём сейчас без нервов. У нас три провинции, кстати, уже. И диктик я могу издать. Третий. Третий и диктик. Можем сейчас издать. Можно хлеба и зрелищ. Пока что давайте. Хлеба и зрелищ. Немножечко на порядок вкачаем. О, ещё интересный момент. Кому эта провинция принадлежит? Мне. Мне принадлежит. Отлично. То есть, в принципе, только южные земли принадлежат оппонентикам. Остальное всё наше. Остальное нам принадлежит. Остальное мы захватывали именно для нашего дома. Никому другому мы их не отдадим. Это всё наше. Здесь прокачаем мастерскую. Да, порядок может ухудшиться ещё. Но ничего. Пока-пока можем. Сколько ходов осталось до роста, а? Ходов осталось. Вот мы можем посмотреть, конечно же. Эффекты провинции. Где-то, где-то два хода, да? Так, приблизительно ход. Второй. И расширим. Да, нормально. Порядок, если что-то мы улучшим. Порядок будет у нас в порядке. Так, здесь морскую. Не, я, конечно же, думал, что именно морской регион в плане военном развивать в Карфагене. А в других смыслах не имеет. Лучше еду будем производить. В перспективе все вот эти постройки будут очень-очень много её жрать. Прям поглощать будет килограммами. Тоннами даже. Не то, что килограммами. И надо, надо запастись. Рыбкой. Сушёной. Вот как раз в лето, в жару сушёная рыбка. То, что надо, да? Если хочешь отравиться. Так. Бегом сюда. Хотя у нас здесь зима сейчас. Сейчас-то зима у нас в игровом мире ненадолго. На следующий ход уже будет весна. Быстро всё меняется. Ну и здесь быстренько, если захотим, окажемся в весне, зиме. И вообще всё будет так, как мы захочем. Так. Фракция. Вольский. С вами можем торговать. Вот. Даунийцы. Открылась новая фракция. Но они Тарасу проигрывают. Поэтому торговать вряд ли захотят. Лигурчики тоже. Вот с вами. Почему я в плохих отношениях не пойму. С чего это я вдруг с вами воюю. Ну, условно. Да, заочно. Уже воюю практически. Отношения. Что вам не нравится? О, экспансия вам моя не нравится. Это ж мелочи, ребят. Ребят, это мелочи. Какая экспансия. В горы на север я предлагаю не лезть. Предлагаю не лезть. Но торговлю они нам, конечно же, не дадут. Эти ребята. О, а эти, смотрите. Эти очень хотят поторговать с нами. Прям горят желанием. И даже пофигу, что их уничтожат. Мы торговая такая держава. Мы торгуем со всеми. Мы не будем там как-то обделять их. Давай за пятихатку тогда окей. У меня деньги есть, но торговля нас кормит. Почему нет? Тем более мы открываем поселение. Мы открываем, да, прибрежный. Это территорий дополнительно. Вон мы увидели, где у него столица. Мы видим это все. Старосом, если что, можно будет даже и союз потом заключить при желании. В общем, как-то так. Мы даже технологии сильно там сейчас не углубились в них, в экономические. А уже доход более чем достаточен. Хорошая фракция, мне нравится. Так, изучите следующую технологию. Гроза Карфагена. О, хорошие деньги дадут. Построить это здание алтарь Сарда. Карфагеном в любом случае нужно будет захватить для победы. Это обязательно условия. А что еще? Тусция. Блин, это вот это. Ну и Рим. Ну и Рим. Вроде бы можно будет договориться о союзе, как и вот Сицилия. Сейчас 16. Нурагические гонцы и тяжелые. Содержать не менее 50 кораблей. То есть тут только военная победа. Построить здание всего 10. Полиобет, Нурак. И Карфаген в любом случае нужно уничтожить. Нам не просто их территорий нужно захватить. Нам нужно Карфаген уничтожить. Поэтому все-таки, наверное, сейчас мы укрепимся здесь. Наведем порядок. И две армии пойдут воевать на Карфаген. Ну, лучше с ними разобраться. Лучше с ними сразу разобраться. И потом уже думать, с кем воевать дальше. А может быть перекинем войска потом на север Италии. Если Сицилия там завладеет. Все-таки наш союзник. И ничего другого нам делать не нужно будет. Угу. Так, а что там за постройки? Я хотел... Что-то сейчас заговорился. Алтарь Сарда. Построить. И Гроза Карфагена. Гроза Карфагена, мне кажется, где-то здесь будет. Искусство войны. Вот он. Гроза Карфагена. Бонус к натиску. Можно тоже денежку получить. Но... Время потратим. Я хочу все-таки арту. Грозу Карфагена тогда не будем. А вот про Сарды сейчас посмотрим. А вот он он, алтарь. Тут тоже технологию нужно изучать. Тоже тратить время, чтобы открыть и получить дополнительные денюжки. Ну, с другой стороны, у нас проблем нет. Я помню, особо сильно не требует к себе внимания. Новая задача. О, мы, кстати, получили даже новую тему. Я даже не посмотрел, что выполнил все условия. Денюжки получили. У нас могучие корни, но мы ограничены пределами острова. Что мешает нам развиваться и увеличивать владение. Заняв плацдарм на континенте, мы позволим нашим родичам сделать следующий шаг. Для этого наилучшим образом подходят северные земли. Получить власть на четырьмя и более провинциями. Но северные земли, это так себе. Кстати, там дадут еще деньги за третью эпоху. Здесь сановника нам выдали. Вино из Массилии. Люди повсюду поднимают чаши и прославляют мудрость своего правителя. Вино для каждого региона. Все регионы на шесть ходов. Это для торговли нам поможет. И где нету вина, где нету ресурса. Там вон как раз вино отобразилось. Это поможет получить немножечко доходу. И вино, по-моему, там что-то улучшает порядок. Можно даже посмотреть. Да, мы торгуем им. Смотрите. Производство. Производство. На шесть ходов мы начали его якобы производить. Хотя, по сути, тоже покупаем у торговцев. Так. Флот, флот, флот. Нет, здесь пока не будем. Ждем на следующий ход расширения. Там будем в порядок качаться. Третья провинция. Тоже пока не лезем. Цены Гермеса. Осторожные великаны. Осторожные великаны. Давайте я даже распущу вот этого еще. Он так же не сильно нужен нам. Он так же нам не сильно сейчас тут необходим. Можно перемешать чуть. У нас тут оставить шесть лучников. У тебя, чтобы было тоже... У тебя, ну, в принципе, с полководцем будет шесть, да? И отдать одного пехотинца. Ну, давай. Давай так и сделаем. Отдаю тебе элитного, прокачанного, пацана. Так что береги его. Заботься о нем. Следи за ним. И уплывай уже отсюда. Плыви отсюда, сокол. Все. На этом ходу уже порядок. Уже даже проблем у нас никаких нету. Даже экспансия сейчас. Нестабильность минус девять. Скоро спадет через девять ходов. И проблемы у нас вообще нет. Несмотря на то, что грабили. Прям наглым образом. Так. Мимия. Керфаген по-прежнему еще не голодает, к сожалению. Но ты поставляешь нам еду очень хорошо. Вот тоже, что может спасти от голодухи, да? Временами. Агент, который может воровать еду. И снабжать ее на нашей территории. Ты ждешь. Там у нас, по идее, новая фракция открылась. Уровень нет. Это были. Вот. Френтаны. Они с Римом воюют. Они воюют с Римом. В целом, если сейчас они тоже захотят торговать. Умеренно. Можно. Но по-хорошему бы с Римом надо улучшать еще отношения. У нас не сильно сейчас так. Прямо отношения. С другой стороны, можно с ними будет и воевать. Допустим, с Терачиной договориться, да? О союзе. В ЕСУ. И себе. Не даешь торговать. Захватил бы тогда вот этот город. Союзника своего. И Труской лиге не даешь теперь. И Труской лиге не даешь. С Римом, с Римом эпично будет повоевать все-таки. И завершить войну. И вообще прохождение войной с Римом. Да? Это будет вот реально эпично. Это будет интересно. Оборонительный союз. Низкий шанс. Сейчас вы, главное, вы делаетесь. Да? Теперь. А вы сейчас вы делаетесь. Ну, Френтаны, давай. Ладно. Согласитесь на торговлю. Я с Римом-то. Чуть ухудшил отношения. Есть такое дело. Но, если что, я отправлю гонца к вам. Если риск восстания сейчас появится, хоть какой-то там, то мы отправим как раз гонца. Улучшим отношения. Попытаемся с ними, по крайней мере, улучшить. Пока что. Пока что. Пусть они захватывают Италию. Мы пока что захватим острова. О! Карфаген начал нести потери. Похоже, там у них на Сицилии проблемы. Неужели Сиракузы... Да! Сиракузы захватили одно поселение. Подрывная деятельность. Это ерунда. Правда, потеряли более важное поселение. Но уничтожили своих древних врагов-сородичей. И захватили то, что производило еду. Это очень знатно. Значит, Карфаген и здесь несет потери. Конечно же. Конечно же. Уже все. Голодуха не отображается. Жаль. Но... Мы-то знаем. Мы-то чуем, что тут голодает уже народ. А мы будем процветать. Ну, Ракси, ну, Ракси, ну, Ракси. Расширяем город. Строим колодец. Можно общественный порядок вот сюда пойти? Чтобы было... Лучше и быстрее. Хотя, с другой стороны, это улучшит рост. Общественный порядок четыре. В перспективе даст. Тоже неплохой. Ну, давай. Фу, елки-палки. На первое время колодец. Который... Хотя, по-моему, еще и вы тоже можете увеличить рост потом. А нет. Если идти в эту ветку, то точно не увеличится рост. И тут тоже. А вот это может увеличить. Но строить тут священный колодец. Общественный порядок. Рост, влияние культуры. Пища. Пища от всех портов. Ух ты, кстати. А тут-то портов... По-моему, как раз таки много и там, и там. И такая постройка очень пригодится. Давай. Давай. Все-таки мы построим тогда светилище. Еще одно. Будем от портов еды в разы больше получать. В разы больше еды. Значит, и будет меньше проблем. Скорее всего, сегодня сейчас будет у нас такая экономическая исключительно серия. Будем вон строить, развивать. Здесь я предлагаю строить защиту. Я всегда, когда получаю доступ к железу, в Риме строю изначально на защиту. А потом только на падение. Так, развиваем. Кавалерию развиваем. Рыбацкие хижины. Ну, тоже здесь развиваем, чтобы гарнизон еще сильнее был. Гарнизон и так уже вроде бы неплохой. Но это сарды горцы, сарды копейщики. Это все. Максимум внимания могут отвлекать они. Максимум, что они смогут сделать. Остальное не для них. Остальное не про них. Денежка у нас, смотрите, как хорошо прям. Более чем. Можно вот, кстати, красатка. Красатка, красатка. Увеличивает налоговые поступления. От действия агентов защищает подрывающих авторитет властей. Вот можно будет тебя вот сюда перевести, если вдруг этот агент что-то захочет сделать. А что ты можешь сделать? Действия против агентов. Вот. Она может переманить его попытаться. Вот она его сможет переманить. Правда, учитывая последние патчи, да? Если... А, у нас много... А, нет. Где, 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 где? Вот воители. Все правильно. Я что-то посмотрел. Вот и дикты три из трех. Думаю, ну не может быть у меня трех воителей. А если я ее переманю, или там его водителя, водителя, воителя этого, шофера местного, то он присоединится. А вот если бы у меня их было двое, он бы был убит. То есть сейчас нельзя лимит превышать, как это было опять же на старте, когда только вышел Рим второй. Это было круто на самом деле. У меня просто огромные империи были. Но вот размещать тебя, правда, полезней будет вот здесь. Вот две сто мы получаем, размещаем, но не сильно ты увеличила. Ну качайся тогда, качайся, а потом мы тебе улучшим эти показатели. Ну то есть я создавал, вот благодаря тому, что переманивал огромное количество вражеских агентов, караулил низкоуровневых и тут же их переманивал. То есть в принципе он был неопытный, он был там зеленый, он ничего не умел. Но мне самое главное было, что я превышаю лимит. То есть у меня ограничение там стоило три, у меня уже было десять этих агентов. У меня хватало их везде, у меня хватало их на всех воронтах. Я видел, что делают враги, я видел, как они в туалет ходят, как они моются, как они там еще что-либо делают. Спокойно, спокойно предвидел любые их шаги. Даже сейчас улучшим армию здесь. Даже заплачу 1800, могу себе позволить. И тебе тоже даже перепадет сейчас. Тебе тоже так и быть. Ты хоть и нехороший человек, который планирует временами восстать против нас. 53, кстати, влияние чуть-чуть упало. Нам нужно увеличить влияние своих персонажей. Пробуждение, боевой дух, скорость исследования, вся фракция. Ну давай. Все равно он зря пропадает практически. Практически зря пропадает. Красоточка, боевой дух. Ты вон еще и рожать успеваешь, да? Кстати, полководец, вот представляете, если бы здесь женского персонажа, когда ты назначаешь полководцем, у нее бы все равно рождались дети. И была бы такая фишка, когда, типа, декрет. Ну все, типа, через три месяца она родит, и она не может возглавлять армию. Приходится менять ее. Это было бы жесть. Вот это вот было бы действительно очень-очень неприятно, с одной стороны. Так, качаем. У нас не так много наших ребят. Давай тебе сейчас общественный порядок. Провинция, боевой дух. Боевой дух, ну тебе ничего не надо. Мы прокачаем наследничка. А, это глава семьи. Это вождь, а это глава семьи. Ну как они поделились-то. Дать образование. Изменение случайно выбранное свойство после возвращения. Стоимость харизмы 10. А стоимость в монетах объявить наследником. А не ты разве наследник? Ну как бы я думал... Глава семьи, это значит, ты уже все будешь наследник. Рвение инициатора должно быть выше. Рвение цели не более чем на 2. А что мы еще можем сделать с врагами? Женить их можем. Отправить опять же праздники, да, устроить. О, вот этот может что-то еще оскорбить. Публично опозорить другого персонажа. Рвение уменьшится, харизма уменьшится. Сторонников еще харизма уменьшится. Но верность этой партии также упадет. Разнести слухи. Им можно завербовать. Убедите сторонника другой партии перейти на вашу сторону. А он еще и сторонник другой партии? Братан, как так? Как так получилось? Ты не стал членом нашей партии? Кстати, самоубийство никто не может сделать, да, сейчас? Интересная тема. Интересный вариант. Так, организовать покушение. На тебя еще можно. Стоимость харизмы, стоимость в монетах. Ну, давайте. Давай. Авторитет. Блин. Я вождя жену. Жену, жену. Женю вождя. Раз такая тема пошла. Супружеская харизма. Погнали. К сожалению, не дают выбирать, как в тронах Британии, да, женушку нам. Но все равно. Вот количество выстрелов у всех отрядов увеличим сейчас. Благодаря жене. Боевой дух, общественный порядок, боевой дух, боевой дух. Всех отрядов, общественный порядок, авторитет. Ну, давай боевой дух, без разницы там. Вот. Вот таким вот образом поступим. Теперь у нашего вождя есть женушка. Полководец. Нуракси. Нуракси. Тебя-то я тоже на самом деле нанял. Тебе тоже можно что-нибудь сделать. Давайте только посмотрим. Риск нету. 53. Осталось так же. Что? О, оказать услугу. Окажите личную услугу стороннику другой партии. Авторитет для цели из своей партии плюс один. Харизма для сторонника другой партии. Так. А вот амбиции. Кстати, у вас амбиции высокие вообще? Амбиции не сильно высокие. Харизма показывает, но авторитет. Вот харизма как раз таки определяет, да, влияние на партию. Их вес. Поэтому услугу не стоит... Так, это развести. Я думаю, что-то новенькое появилось. Услугу не стоит делать. Не стоит. Давайте я просто вот так вот повышение тебе устроим. Самую малость сделаем повышение. Риск восстания. Правда, увеличился. Но тогда вот как раз мы отправим персонажа к римлянам. Политик, блин. Недобитый политик. Давай, отправляйся в Рим. Отправляйся в Рим. И еще раз придашь. Буду вас расстреливать, наверное. Буду организовать покушение. Присвоить наследие. Верно, для всех других. То есть, это можно, если бы у нас было несколько фракций, то одну из них, этих партий, мы можем поглотить. Присвоить средства. Ух ты! Тут даже есть такая тема, что можно раскулачивать их. Но это если сторонник правящей партии командует войсками. Вот она не командует. Низкая хитрость. У нас высокая достаточно хитрость на самом деле. А я помню такая тема в Европке была. В Европке про Рим, когда я проходил, тоже есть навык неприсвоенный. У кого? У кого? У кого? Так, тебя давай тоже улучшим. Так и быть. Где? Где кто? Зачем? Почему? Ладно. Так быстрее будет. А, все-таки ты. Качаем. Качаем арту. Что еще? Четыре хода? Да. Я кавалерию качаю. Кавалерию, как я решил, мы прокачаем тогда уже на максимум возьмем самый лучший отряд милишный, который у нас есть, который только доступен для нашей фракции на данный момент. То есть если будем захватывать земли чужих фракций, там некоторые отряды будут перетекать к нам, будут открываться, и это очень крутая тема, мне это очень нравилось, когда стали завозить такое в Рим, что ты захватываешь территории. Насколько я помню, изначально такая фишка была только у римлян. Ну, а потом уже сделали что-то интересное. Ваш дипломат вернулся в сопровождении знаменитого ученого. Скорость исследования. Отлично. И старейшина прокачался. Ну, точнее, тут она, старейшина. То есть у некоторых агенты шпионы, заглядатые женщины, у некоторых воительницы женщины, у некоторых заглядатые мужчины, воители мужчины, а сановники женщины. Так, налоговая ставка, но общественный порядок будет уменьшаться. То есть теперь мы не просто увеличиваем налог в этой провинции за счет агента. О, похищение золота. Пока агент действует на вражеской территории, но дипломатические отношения будут уменьшаться. А ну-ка, а если еще и тебя отправить воровать у Карфагена денег? Там же у них полно бабла. То есть мы похищать у них сможем, я думаю, значительно больше, чем если тут мы сейчас будем качать свою провинцию. наемники в провинции действует агент, стоимость вербовки наемников, дипломатические отношения для всех фракций, да, урон в дальнем бою, за исключением осадных. Что-то интересное разблокирует действие. Принести жертву, убить вражеского агента или военачальника и повысить общественный порядок во всех ваших провинциях на один. И если там будет хитрость лучше, больше это может быть. И повысим порядок еще сильнее. Разблокирует. Насадить культуру, увеличить насажение культуры, ну, очень интересно с агентами сделали тему. Авторитет, расходы на содержание конницы, дальность перемещения, вот как раз-таки сановник улучшает, да, передвижение армии, воитель только себя может прокачать, либо он может прокачать, чтобы армия передвигалась дальше, но тогда боевой дух во время битв будет хуже. И даже вербовка за вербовку, дипломатические отношения с владельцами региона, ух ты, какая тема интересная, он реально как дипломат в меди и в Риме первом, да, когда отправляешь на территорию, но только здесь он, находясь на территории, такое, открывает посольство местное и улучшает отношения с ними. тоже классная тема, надо будет их нанимать, я все-таки потом изучу эту тему, прям вот захотел ты с кем-то помириться, отправил туда дипломата, и такого дипломата через действия, да, и вот деятеля государственного еще отправил, прям тема классная. Подкупить вражеского командира, чтобы он перешел на вашу сторону, вот еще интересная тема, стоимость будет повышаться действия, но зато будет какая-то интересная темка, расходы на содержание, но я пока предлагаю на что тут, на саждение культуры, доход от развлечений, шанс на успех враждебных действий, давай, все-таки мы попытаемся сейчас воровать, где тут это, вот, похищение золота, и отправляем этого агента тоже в Карфаген, по пути можно будет попытаться переманить, блин, прикольная тема, очень прикольная, с агентами сейчас классно можно погулять, такой вот дипломат захотел помириться отправил, реально можно помириться, там плюс 60, это поможет, это знатно поможет, население радом, отлично, герники, вас еще не уничтожили, или вы наверное помирились все-таки с Римом, кстати, есть вариант, что герники могут объявить Риму войну, если с ними не считаться на старте кампании, я про то, что если начинать за Рим, так, да, Карфаген несет потери, Карфаген пухнет с голоду, ничего не может сделать в безысходном положении, а мы наслаждаемся, агенты тут тоже могут тащить, и тот же опять же да, соглядаты, только если раньше он напрямую заставлял армию голодать, то теперь вот таким вот образом заставляет, так эту армию даже мы уже перебросим, так давай посуше, ты тут дальше пробежишь вот таким вот образом и потом вот сюда ты считаешь, что тут ну хотя ладно тебе виднее, что так быстрее передвинешься передвигайся значит так сыны Гермеса сыны Гермеса пока что тут останутся пока понаводят порядок, но мы будем дальше качать о тут же можно будет копейщиков нурагических воинов взять то есть можно пораспускать даже некоторых наших бойцов в перчатках можно будет потом пораспускать может даже сейчас пораспускать чтобы не платить дополнительное содержание часть бойцов распускаем да я потратил на их улучшение казалось бы да ну что сделаешь оставим четверых этих ребят топорников топорники топорники я думаю вы не нужны там мечники будут нормальные ребята бонус против пехоты вот насколько я помню сейчас нету ни в одной компании время два ни в одной компании ни в одной фракции нету бонуса против пехоты и сейчас хотя по-моему у берсерков еще может быть осталось у германских племен напишите кстати в комментариях кто точно эту тему сейчас знает так здесь я хотел качать 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 вот эту да пищу увеличивать доход от земледелия влияние культуры и рост увеличивать стоимость найма да качаем интересная тема то есть раньше мечники опять же при выходе игры насколько я помню раньше был этот бонус практически у всех мечников у копейщиков был бонус против кавалерии который он и остался там у них сейчас также он это ображается а вот пехоте мечником в частности да потом порезали ну потому что она слишком становилась такой сильной это самая пехота с мечами с топорами хотя мне кажется все равно нужно было как-то это урегулировать не просто вычеркивать этот пункт нужно было как-то его оставить может быть действительно не всем но побольше потому что вот у берсерков вот если мне не изменяет память единственный отряд после всех этих урезаний берсерки были которые еще могли иметь этот самый бонус фракция сомниты уничтожены ну это хорошо даже это это мы одобряем новая способность сойдет ну вот и корсика уже практически полностью одобряет наше правление ну конечно же вернулась родная кровь вернулись родные люди почему я тебя еще могу улучшить еще щиты здесь а тут я могу улучшить и тут могу улучшить армию ну давайте улучшим я сейчас могу себе позволить сейчас чуть денежки мы действительно накопили достаточно бегом сюда даже тебя улучшим даже тебя я могу себе это позволить гуляем 17 а кстати вот здесь то уже можно все рушить здесь то эту тему можно уже ломать можно траншеи начинать уже рыть начинать рыть траншеи здесь в каралисе рыбацкие хижины еще застраиваем порядок порядок есть давай давай если что в запасе есть порядок а потом при расширении как-нибудь разберемся с другой стороны еды у нас полно но доход рыбка будет приносить однозначно еще было бы прикольно если бы можно было продавать еду о пиццены 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 мы с вами хорошо общаемся и вы даже готовы заплатить прям прям нормально готовы заплатить полторы тысячи заплатить нет тысячи скорее всего не заплатят скорее всего только тысячу у меня денег много но это такая формальность что они должны признавать наше могущество что они должны признавать мы сильнее мы сильнее Рима даже сейчас смотрите то есть по силе жаль тут не пишем не пишут да в Риме первые мы или последние там по силе но если так по балансу тех кого мы видим кого мы знаем то с нами вон Тарас только может чуть потягаться Сицилия под Сиракузами практически уже полностью но они слабее Тарас и Карфаген вот сильнее нас только Карфаген сейчас который начинает пухнуть с голода который пухнет с голода и наверное там минус уже серьезно увеличился хотя минус два но наверняка здесь застраивает все но ничего мы сейчас ваши земли еще будем грабить мне очень интересно посмотреть как агент сейчас начнет их грабить давай действия против агента блин шанс манипуляции 1% критический успех переманить всего лишь 1% зато отрицательный исход неудачи агента 10% есть что ты будешь ранен красоточка моя давай ты не будешь тратить драгоценное время и пройдешь просто мимо него пройдешь мимо него и отправишься в земли как раз прибрежный город засветишь долго идти там ходов 7 наверное может 10 будем двигаться в эту сторону но мы справимся мы будем прекрасно себя потом чувствовать монтион давай наверное ты тоже рыбацкую хижинку построй чуть гарнизон тебе увеличим чуть чуть сдаем ход там тоже рим вообще голодает до сих пор вот рим и карфаген да по сути такие две самые самые главные такие знаменитые действующие лица этого дополнения договора не нападение и требует денег а я не против договора но давай без уплаты без уплаты я даже от тебя не требую я просто говорю давай как бы договоримся на равных такой договор мы можем себе позволить еще бы регия сиракузами хотя с другой стороны если реги сейчас договориться о перемирии то после завоевания Сицилии сиракузы отправятся куда они отправятся конечно же на карфаген а так у них есть вариант сюда и скорее всего им нужно будет отправляться сюда реги реги делает налеты реги угрожает реги грозит так пальчиком чуть-чуть пам 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 все голодуха закончилась вот он построил он две постройки один рынок да там по-моему тоже дает прибавку к еде а вот мясо производства однозначно однозначно мясо и вот шесть тысяч только карфаген дает из семи там тысячу триста два остальных города приносят ну что у тебя не осталось здесь земель сицилия полностью принадлежит грекам у тебя еды минус два но при этом ты не голодаешь возможно в другом регионе где-то может город только захватил наш царь скорее всего даже только захватил и еще не осознали карфагеняне что у них должен быть голод небольшой шок синоны с вами у нас как отношения будут инсубры давайте торговать в принципе если соглашаются со всеми торговать со всеми пока что карфаген наша цель будет сейчас синоны не хотят но они воюют со многими смотрите воюют со многими из тех с кем мы заключили договоры это объяснимо а вот инсубры которые вышли к морю тоже воюют кстати поэтому так же относятся плохо ну и че значит так оно и будет значит так и оставим так красотка бегом 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 еще одна красотка ты же у нас дама тоже да ты тоже дама у нас только воитель мужик получается в нашей фракции так здесь мы начнем строить общественный порядок хотя нет давайте изучение ускорения технологии тут тоже построим также пойдем через эту веточку порядок позволяет да и улучшится чуть-чуть ну что предлагаю закончить на этом серию в общем все хорошо у нас война за острова закончилась у нас эра процветания просто обалденного процветания до нас замечательный такой период золотой практически даже можем сейчас нанять вот она конница это еще не элитная да еще элитная не подъехала 4 ход еще 4 хода где воины так это этрусские копейщики а у нас еще а не построилась тоже чтобы улучшать армию будем улучшать армию сыны гермеса и потом с улучшенным составом отправимся в карфаген захватим чтобы снять этот вопрос уже и постепенно будем готовиться к войне с римом то есть уникальный штурм интересно будет посмотреть интересно будет зацепиться главное чтобы те же сиракузы с ним не улучшали отношения и были верны нам ну и не сливались конечно же а на этом все друзья мои в следующей серии мы уже однозначно улучшим армию и уже однозначно будем выдвигаться в сторону карфагена либо даже уже нападем на их родные территории ответим за тех кого они убили и за тех кого они гнобили на сегодня же все до следующего видео всем добра до следующей серии до следующей серии до следующей серии Продолжение следует...